всем привет в этом мастер-классе мы с вами сделаем вот такую интересную поделку медуза из бисера и бусинок из такой медузы вы можете сделать подвеску или брелок для плетения вот такой медузы нам понадобится лиска для бисероплетения диаметром 0,17 миллиметров жемчужные акриловые бусинки диаметром 3 4 6 и 8 миллиметров также чешский бисер номер 10 я здесь использовала прозрачный бисер сейчас я хочу использовать белый бисер посмотрим какая медуза будет красивее смотреться с прозрачным или с белым бисером иголка пин с петелькой обниматель металлический для бусин и подвеска отрезаем полтора два метра лески на леску набираем иголочку у меня большие бусинки с очень большим отверстием где-то около двух миллиметров и поэтому бисеринки заходят вовнутрь этого отверстия я набираю на иголочку 7 больших бусинок пускаем эти бусинки практически до самого конца нашей лески если у вас бусинки диаметром 0,1 миллиметр то вы тогда набираете очередность бусинка бисеринка бусинка бисеринка вот такую очередность поскольку у меня отверстие большое мне нужно эти бисеринки протолкнуть внутрь и чтобы у меня оставалось между бусинками по одной бисеринки поэтому я набираю сейчас на иголочку бисер набрала бисеринки и теперь начинаю их вот так опускать и как бы запускать туда в эти бусинки вот видите мне нужно еще набрать и как вы понимаете мне нужно затолкнуть бисеринки так чтобы у меня еще 7 бисеринок потому что у меня 7 бусинок еще выходила как бы за вот эти пределы бусинок в общем я набрала 41 бисеринку и как мы видим 4 бисеринки с этой стороны и 3 бисеринки с этой стороны так меня это все полностью устраивает теперь мы проходим с этой стороны через одну бисеринку со стороны свободного конца затягиваем лесочку чтобы у нас получился кружочек получился у нас вот такой кружочек теперь нам нужно пропустить эту лесочку вот сюда то есть по всему кругу нам нужно его пропустить вот сюда чтобы закрепить нашу леску поэтому мы потихонечку потихонечку по бисеринкам проходим две лески встретились и теперь нам нужно сделать несколько узелков закрепляем эту лесочку чтобы она не распускалась обрезаем маленький кусочек он нам больше не понадобится и иголочкой мы проходим следующую бисеринку прячем наш узелок набираем 9 бисеринок обязательно должно быть нечетное количество потому что мы потом будем входить в среднюю бисеринку смотрите вот так сейчас выходит леска из бисеринки возле бусинки теперь мы вводим иголочку пропуская бусинку вот эту последующую бисеринку которая стоит стоит между бусинами мы бисеринками как бы немножко оплели вот эту бусинку снова набираем 9 бисеринок опять у нас леска выходит из соседней бисеринки мы проводим иголочку в бисеринку после бусинки вот так и затягиваем снова у нас бисеринки оплели бусинку точно таким же образом мы идем до конца этого круга снова 9 бисеринок и завершаем наш круг входим в бисеринку из которой у нас вот здесь выходит лесочка и вот такой получился у нас забавный цветочек далее выводим иголочку по бисеринкам в пятую бисеринку то есть в среднюю бисерину набираем одну бисеринку бусинку диаметром 6 миллиметров и бисеринку теперь смотрим отсюда выходит лесочка берем следующие колечко из бисеринок входим в среднюю бисеринку то есть в пятую бисерину делаем тот же набор и снова вот из средней бисеринки выходит леска и мы в среднюю бисеринку следующего колечка вводим нашу иголочку и так идем до конца ряда и вот в конце мы вводим иголочку вот так из которой бисеринки у нас все начиналось эти вот такой цветочек как бы у нас получился теперь мы начинаем эту леску затягивать то есть мы немножко стягиваем этот цветочек потому что нам нужно чтобы у нас получилась шапочка нашей медузы вот так как то у нас получается вот наша леска выходит мы проходим далее по бисеринкам через бисеринку бусинку и бисеринку хорошо подтягиваем нашу леску чтобы все плотненько прижималась друг другу вот теперь здесь смотрим здесь как будто не хватает у нас бисеринки поэтому мы набираем одну бисерину и проходим вот эту бисеринку возле бусинки и проходим через бисеринка бусинка бисеринка то есть то что мы добавляли и между ними как бы вот расположилась вот эта бисеринка здесь снова видите как будто не хватает бисеринки поэтому мы набираем бисеринку и входим в бисеринку бусинку и бисеринку и так проходим до конца ряда набираем бисеринку и набираем последнюю бисеринку и проходим через последние бисеринку бусинку и бисеринку вот так в общем мы сделали этот круг и выводим теперь иголочку добавленные только что бисеринки теперь набираем 7 бисеринок и снова нам нужно как бы плести вот эту бусинку поэтому мы входим в следующую выступающую бисеринку которого мы только что добавляли видите эти бисеринки снова как будто оплели вот эту бусину 7 бисеринок и точно таким же образом мы снова проходим до конца нашего ряда входим в эти добавленные бисеринки которые мы только что добавляли 7 бисеринок и входим снова вот эту выступающую бисеринку как бы завершая круг для того чтобы начать плетение нового ряда нам нужно вывести иголочку вот эту среднюю бисеринку поэтому мы далее проходим по четырем бисеринкам вот так делаем такой набор одна бисеринка бусинка диаметром 4 миллиметра и одна бисеринка далее вот у нас выходит лесочка и нам вот этого колечка которого мы только что делали из бисеринок нужно входить все время в среднюю бисеринку в общем то есть все время в четвертую бисеринку вот так снова такой же набор и проходим четвертую бисеринку точно таким же образом делаем до конца нашего ряда снова такой же набор и вот наша четвертая бисеринка вот такая штучка получается также хорошо подтягиваем вот эту верхушку и стягиваем стягиваем наше плетение если кто-то когда-то обшивал бусинку ну это похоже потому что мы постоянно стягиваем плетение вот так у нас получается далее мы проходим через бисеринка бусинка и бисеринка здесь нам нужно снова расположить бисеринку набираем одну бисеринку и проходим через бисеринка бусинка и бисеринка и так проходим до самого конца нашего плетения вот проходим до самого конца уже дошли и теперь выводим иголочку выступающую бисеринку в бисеринку которую мы только что добавляли вот такая шляпка у нас получается она немножко начинает уже сужаться делаем набор 5 бисеринок и входим иголочкой выступающие бисеринки которые мы только что добавляли снова как бы обплетаем бусинки снова 5 бисеринок проходим выступающие бисеринки и так проходим до конца этого ряда 5 бисеринок и входим вот эту бисеринку выступающие вот так далее выводим в среднюю бисеринку то есть проходим через три бисерины сейчас мы будем использовать только одну бусинку диаметром 3 миллиметра и входим в верхушку то есть в третью бисеринку следующих бисеринок как бы вот так снова одна бусинка и входим в верхушку вот так и так до конца ряда и последняя бусинка входим в среднюю бисеринку и теперь очень-очень хорошо стягиваем далее мы выводим иголочку в бусинку набираем одну бисерину и входим в бусину бисеринка и входим в бусинку при этом нужно очень хорошо стягивать наше плетение и так мы доходим до конца нашего ряда входим в бусинку в последнюю и вот такой у нас получается круг далее мы выводим лесочку в добавленные бисеринки набираем одну бисеринку и входим в эти только что добавленные бисеринки добавляем эти бисеринки по всему кругу плетение как мы видим практически аналогично просто мы уменьшаем количество бисеринок и уменьшаем бусинки по диаметру входим вот эту бисеринку и сразу же выводим в бисеринки которые мы только что добавили вот так у нас получается теперь леской без набора бисеринок мы проходим по вот этим добавленным бисеринам и хорошенько стягиваем наше плетение вот что у нас получилось и теперь я пройдусь еще раз по этим бисеринками чтобы лесочка хорошо их фиксировала и нужно хорошенько так подтягивать лесочку чтобы бисеринки не распускались в принципе шапочка у нас уже готова теперь нам нужно просто зафиксировать леску я прохожу в то место где больше бисеринок то есть немножко опускаясь назад вот сюда я вывела где-то по серединке нашей шапочки цепляясь иголочкой за леску между бисеринками остается у нас вот колечко из лески мы в него ходим несколько раз иголочкой и затягиваем у нас получается узелок так делаем еще один раз и хорошенько затягиваем теперь проходим в следующие бисеринки хорошенько затягиваем нашу лесочку нужно чтобы вот этот узелок спрятался между бисеринок чтобы его не было видно мы обрезаем нашу лесочку вот такая основа шапочка для нашей медузы у нас получилось как мы можем сравнить то вот эта шапочка которую я вам показывала у меня получилось лучше потому что здесь я полностью использовала нить а здесь для шапочки я использовала леску и поэтому шапочка у меня получается лучше она получилась круглее а здесь повторюсь что я использовала ниточку и она немножко такая знаете как мягкая а здесь такая упругая и пружинистая вот поэтому делайте шапочку именно на леске а вот эти щупальца мы с вами сделаем на ниточке чтобы они красиво вот так свисали также нам понадобится шелковая нить диаметром 0,1 миллиметр отрезаем 2 метра нити на нить набираем иголочку берем пин с петелькой и обязательно убеждаемся чтобы вот эта петелька была хорошо зажата потому что мы сейчас к ней будем прикреплять нить заводим кусочек ниточки в петельку делаем несколько узелков хорошо закрепив нить на этой петельке мы обрезаем маленький кусочек поджигаем оставшийся кончик чтобы он не распускался вот такая заготовка у нас получилась с одной стороны нить прикреплена к пину с петелькой а с другой стороны у нас надета иголочка на иголку набираем 13 бисеринок эта длина бисеринок должна быть чуть-чуть меньше чем длина вот этой шапочки основы медузы где-то у меня 13 бисеринок затем мы набираем 4 бусины диаметром 6 миллиметров 4 бусины диаметром 4 миллиметра 4 бусины диаметром 3 миллиметра и 5 бисеринок опускаем все к нашему пину пропускаем первую пятую бисеринку и проходим через все то что мы набрали через все все бисеринки и затягиваем нашу ниточку вывив нить теперь нам нужно ее прикрепить к этой петельке входим в петельку несколько раз для того чтобы сделать узелок затягиваю только смотрите не сильно затягивайте чтобы у нас были свободны вот эти бисеринки и бусинки чтобы они свободно вот так вот изгибались в любую форму таким образом я вам рекомендую сделать несколько раз мы делаем вот такие щупальцы смотрите мой пин сюда вводим вот так бисеринки которые мы первые набрали они все прячутся в этой шапочке а далее у нас бусинки идут далее по такому же принципу плетения мы делаем 8 или 9 вот таких щупальцев получилось у нас 9 вот таких нитей хорошо закрепив нить мы ее обрезаем продеваем этот пин через подготовленную шляпку набираем обниматель оставляем где-то 1 сантиметр пина все остальное мы откусываем кусачками берем круглогубцы и выгибаем этот пин теперь берем за конец пина и закручиваем его делаем петельку 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 не зажимаем до самого конца и набираем подвеску вот теперь эту петельку мы зажимаем до самого конца получилась у нас вот такая симпатичная медуза из этой медузы можно сделать красивую подвеску и также брелочек ссылки на материалы которые я использовала в этом мастер-классе вы найдете как всегда под видео в описании напишите мне пожалуйста в комментариях какой вам вариант понравился больше с белыми бисеринками или с прозрачным ребят если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте на колокольчик это уведомление о новых видео на канале делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями я желаю вам удачи и хорошего настроения пока пока